Дорогие друзья, уже мои коллеги, конечно, после эмоционального выступления, Илья Александровича, тяжело говорить какие-то ступые цифры, какие факты. Но для нас сегодня мы собираемся в таком составе, в этом году, по поводу юбилея России Маши первый раз, открытие череды праздников и мероприятий, которые будут продолжаться в течение всего года. И мы, как правительство в Санкт-Петербурге, конечно, это поддержим в всех уровнях и в всех начинаниях. И наша задача, чтобы предприятие, которое являлось и должно являться флагманом всех возможных состояний не только в России, но и в Европе. И это предприятие нас сегодня доказывает. Вкратце хотелось бы сказать несколько фактов, которые сейчас существуют с точки зрения поддержки регионального правительства, федерального правительства. То, что делается, то, что хотелось бы сделать, какой-то результат надают на самом деле. Но, наверное, один из показателей, это то, что сегодня Ростовская область по показателям промышленного роста в процентах, наверное, один из лидеров уже на протяжении последних 10 лет. И даже когда в стране средний уровень порядка 3 процентов, у нас даже по прошлому год это 10 процентов. И здесь Влад Росельмаша уже достаточно велик. Восемь в отношении, естественно, это лидер. И еще раз позвольствую, если только Ростовская область, но и Россия. Что касается на сегодня задачи, которые стоят перед Ростовской области, конечно, 6 тысяч человек, которые работают непосредственно на самом заводе, 11 тысяч, которые работают на сопутствующем предприятии. Это достаточно большое количество, большой коллектив, который развимавшись хорошо, кругово развимавшись на стольный заплату. Маленький, на стольный заплату, это 50 тысяч рублей. Потому что Ростовская область и средняя заплаты, это порядка 30 тысяч рублей. Ну, и это не самое главное. Самое главное, что сегодня завод находит и возможности, и те ниши, которые дают возможность развиваться и идти в новые направления. Конечно, два года назад был создан классно-машиностроение. Это, наверное, инициатива, которая была совместной и правительством Ростовской области, и правительством Российской Федерации. Россий Машин с этим поддержал и объедил вокруг себя более 600 предприятий, космос-машиностроения, которые на сегодня как раз-таки готовы создавать новый продукт, отвечающий абсолютно всем требованиям, которые у нас предъявляются сегодня до сих власти. Но это не только предприятия, это и наука, это и предприятия валового бизнеса, предприятия зрения бизнеса, которые, в общем-то, дают большой потенциал, говоря о том, что мы сегодня в Ростовской области идем по правильному пути, а Россий Машин делает то, что, как Юрий Александрович сказал, нельзя останавливаться, она только развивается и достигает новых целей. Что же касается федерального постановления, которое уже было сказано Николой Васильевичем, конечно, это была инициатива. С одной стороны, губернатор Ростовской области провел, потому что мы, наверное, как Ростовская область первыми начали оказывать поддержку сельхозпроизводителям по компенсации стоимости приобретенной сельхознельники. Потом эта инициатива была предложена федеральным уровнем, поддерживая другими губернаторами. Спасибо депутатам Госдуму, поддержали, наверное, одну из основных ролей, сыграли в этом постановлении. И на сегодня это постановление уже с 12 года действует всем лет. Оно дает колоссальный порыв с точки зрения приобретения российской техники, это я хочу точнее сказать, не только РСМАш-техника, это вся сельхозтехника, производимая Российской Федерацией. И на сегодня мы видим четкий, абсолютно понятный результат от этой программы. Помимо финансирования завода, который может позволить себе развиваться и открывать новую программу, сегодня качество собираемого урожая, оно действительно улучшается и в качестве, и в количестве. Здесь Ростовская область показывает рекордный урожай за последние 3 года, и уже более 50, плюс 50% с точки зрения урожайности на больных Ростовской области. И это, естественно, дал результат то, что техника поменялась, техника стала новой, техника стала современной. Если сказать в языку цифр, то на сегодня Ростовская область оказала поддержку на заводу, и если господственники, которые приобрели технику, это по порядку 1,5 миллиарда рублей. А что касается федерального уровня, то за последний год это было 8,5-6 миллиарда рублей. На 19-й год запланировано порядка 8 миллиардов рублей. И сейчас в правительстве обсуждается возможность увеличения данного объема. Что касается экспорта потенциала, мы все четко понимаем, что это одна из установок и президента, и правительства Ростовской области, предприятия, которые являются высокотехнологичными, и они являются лидерами правительства, они должны ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на рынок экспорта. Россия Машина четко показывает, и сегодня Валерий Викторович уже сказал, что 38% у них планируется увеличение по экспорту, и это будет уже, наверное, любители стран дойдет, и до 40% в общей массе производства продукции планируется отражать на экспорт. И здесь, конечно, тоже не тяжело переоценить данные, что это будет за сроки, это предприятие. Что же касается территории Российской области, 79 регионов Российской обеспечивают продукцию Ростовской области, это практически все регионы, где есть сельхоз машиностроения. Что же касается предприятий, которые принимают для социальной поддержки сотрудников, которые пока оказывают помощь. Как уже Юрий Александрович сказал, Россий Маш создавал и больницы, и садики, и школы, которые создавали спорт в Ростовской области. На сегодня действительно Россий Маш является партнером, надежным, постоянным и футболом, и гандболом, и других видов спорта, которые на территории Ростовской области развиваются и простудают. Также Россий Маш как-то отметит, что является активным участником в разных культурных мероприятиях, которые проводятся не только на территории Ростова, но и на территории Российской Федерации. Поэтому, коллеги, я хочу сегодняшний день, наверное, поздравить всех здесь собравшихся, в первую очередь, руководством предприятия, а также непосредственно присутствующих Юрий Александрович Николаевич, бывших сотрудников, но которые не являются бывшими, которые в душе на сегодня расснимавшихся до конца, с юбилеем, с 90-летием, наверное, такой праздник, который действительно заслуживает особого внимания на уровне Российской Федерации. Пожелать новые достижения с точки зрения правительства Ростовской области, Российской Федерации. Однозначно это направление не то, что не будет забаваться, оно будет только усилиться с точки зрения поддержки, с точки зрения поддержки, ну, и дальше мы уже совместными усилиями достигнем нового стуга. В счет раз праздника мы, пользуясь случаем, разрешите по поручению губернатора врачей и нескольких наград, которые заслужили работники предприятия в этот день сегодня. Спасибо. Уважаемые коллеги, за вклад в развитие сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области и многолетний добросовестный труд награждается медалью за доблестный труд на благо Донского края Сильченко Галина Дмитриевна, операторов станков с программным управлением 3-го разряда комбайнового завода «Росильмаш». Почетные грамоты губернатора Ростовской области Тологову Аллу Владимировну, контролера сторончинных и слесарных работ 6-го разряда комбайновый завод «Росильмаш». Благодарственным письмом губернатора Ростовской области покрашенка Николая Витальевича, наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда «Ростовский» Тресово-Ростовский завод «Росильмаш». Спасибо.